Флагманский Skoda Superb стал доступнее. В каталоге модели появился вариант со 150-сильным турбомотором и преселективным роботом. С этим агрегатом и кузовом Liftback возможны все четыре комплектации. Кроме того, ассортимент Superb'ов расширился благодаря исполнению Sportline. Его отличает чёрный декор кузова, а также драйверские акценты внутри салона. Так, Sportline имеет оригинальное рулевое колесо, псевдокарбоновые вставки плюс фирменные накладки на педалях и порогах. В список оснащений изначально включены матричные фары, двухзонный климат-контроль, селектор режимов движения и многое другое. На выбор заявлены моторы отдачей 150 и 190 сил, но вскоре должен появиться агрегат мощностью 280 сил, с которым состыкована система полного привода. Между тем, у новой «Октавии» не будет близнеца под именем «Волга». В сети появились неподтверждённые инсайды, будто бы Горьковский автозавод возродит культовый бренд, взяв за основу новое поколение «Октавии». Однако «Газ» категорически опроверг эту информацию. В пресс-службе заявили, что компания планирует развивать только коммерческие модели. Мерседес-Бенц провёл формальное обновление четырёхдверки CLS. Формальный, потому что дизайнерам не разрешили трогать ни внешность, ни салон. Зато инженеры-электронщики, наконец, внедрили новый медиакомплекс в замену старевшей системы «Команд». Центральный дисплей сохранил прежний размер, перейдя на сенсорное управление, так что опознать свежую версию поможет лишь иной трекпад. Вдобавок немецкая марка анонсировала доработанный автопилот. Отныне электроника научилась возобновлять движение автомобиля после остановки. Ещё одно новое умение — это самостоятельно сбавлять скорость перед машиной, которая поворачивает со встречной полосы. Круиз-контроль теперь получает данные из сети и заранее замедляет автомобиль перед круговым движением или перекрёстками. На этом практически всё. Разве что версия 400D теперь развивает 330 сил вместо 340. Но в России этот вариант не продаётся. В Европе продажи машин 2021 модельного года уже стартовали. Хотя фанатам модели, наверное, стоит подождать несколько месяцев, когда случится полноценный рестайлинг. Продолжение следует...